Какова динамика спроса и предложения во втором квартале 2022 года? Цифры незавидны, спрос существенно сократился и это объективно и предсказуемо, поскольку в первом квартале 2022 года на рынке недвижимости произошел, как любят красиво называть это некоторые эксперты, идеальный шторм. То есть с одной стороны существенно выросла цена, как следствие роста себестоимости, а в первом квартале рост себестоимости строительства у девелоперов составил, в разных регионах по-разному, но в среднем около 20% к предыдущему периоду. И соответственно это отразилось в цене, а рост цены сокращает платежеспособный спрос. С другой стороны резко поднялась ипотечная ставка. Ипотечное кредитование это основной драйвер спроса. В первом квартале 2022 года процент сделок с ипотечным кредитованием составлял порядка 80-90% от продаж на рынке недвижимости. Третий фактор это появление альтернативных инструментов для вложения денег более привлекательных в моменте, чем жилье. Существенные рост ставки по депозитам до 20% на 3 и на 6 месяцев. И общее снижение потребительской активности и уверенности ввиду неясных внешних обстоятельств. Естественно одномоментное давление этих факторов во втором квартале существенно сократило спрос на недвижимость. Опять же в разных регионах рынки сократились по-разному, но можно говорить о трехкратном сокращении в апреле-майе относительно первого квартала 2022 года. Это если отвечать на вопрос буквально. Если же разбираться в ситуации, то нужно понимать, что это сокращение возможно временное, поскольку глубинный спрос никуда не делся. И те сделки, которые не произошли во втором квартале, они создают отложенный спрос. Потому что потребители ожидают кто-то снижение цен, которое вряд ли произойдет, кто-то снижение ипотечных ставок, которое скорее всего произойдет. Поскольку мы видим, как складывается макроэкономическая ситуация в нашей стране, понимаем, что инфляция сокращается, курс валюты стабилизирован, уверенность макроэкономическая растет, а значит можно допускать дальнейшее снижение ключевой ставки, а вслед за ней ипотечный. И в этих условиях потребители ожидают более выгодных условий покупки тех, кто готов приобрести жилье немедленно, а через какое-то небольшое время. Это то, что касается спроса. Что касается предложения, предложение сокращалось соразмерно спросу. Опять же, в условиях неясности, в условиях роста себестоимости, непонимания или недостаточного понимания, какая будет себестоимость на протяжении всего девелоперского цикла. Он составляет два года, то есть надо на два года вперед спрогнозировать, как будет меняться себестоимость в проектах. В условиях отсутствия ясности по проектам, финансирование без которого нельзя строить, девелоперы поставили на стоп запуск новых проектов, а многие остановили продажи в текущих, чтобы не получилось так, что при будущем росте себестоимости они продадут дешевле, чем в будущем построят. Поэтому предложение на рынке сократилось и по-прежнему спрос предложений находится в определенном балансе, что и не приводит в настоящий момент к снижению цены, несмотря на такое сокращение спроса. Что будет с ценами на квартиры дальше? Постепенно начинает возвращаться спрос, поскольку меньше стала ипотечная ставка вслед за ключевой, причем существенно меньше, уже доступны кредиты по базовым условиям вне семейной ипотеки с небольшим процентом. 8,3, например, у одного из наших банков-партнеров доступна по-прежнему семейная ипотека по ставкам ниже 6%. Доступна новая ипотека для IT-специалистов по ставкам около 5% и это возвращает на рынок спрос. С другой стороны, девелоперы, видя ясность с проектным финансированием новых проектов, поскольку банки тоже за это время определились с условиями проектного финансирования, эти условия нельзя сказать, чтобы критично или катастрофически ухудшились относительно тех, которые были раньше, они примерно те же. соответственно становится понимание рынка, становится понимание возможности продаж в новых проектах, возвращается предложение и в каком-то балансе это будет находиться во втором полугодии 2022 года. Что в этом случае будут с ценами? Я не ждал бы снижения цен, поскольку нынешняя цена обусловлена не желанием девелопера заработать и воспользоваться возможностью, а обусловлена сложившейся себестоимостью проектов. И снижение себестоимости очень маловероятно, что будет происходить, а значит не будет идти вниз и цена. Скорее всего не будет роста или как минимум не будет такого роста цены, который был, если не произойдет каких-то новых макроэкономических потрясений. Например, в апреле рост цены относительно прогнозного уже был отрицательный, то есть девелоперы прогнозировали рост больше, чем на самом деле выросла цена. И общая макроэкономическая стабилизация возможно позволит сохранить себестоимость строительства на сложившемся уровне или в границах прогнозируемого и уже заложенного в цену продукта роста. Соответственно факторов, которые толкали цену вверх на протяжении последних полутора лет, уже в рынке не будет, значит цена наверное и вероятно не будет такими темпами расти. Но она не будет и снижаться, потому что себестоимость уже сложилась, цена такая, какую имеют застройщики. В случае, если продажи застройщиков не будут такими большими, как ожидалось, я не думаю, что будет стимулирование продаж посредством снижения цены. Просто будут все продавать и строить меньше. Рынок придет в некие другие границы, но по уже сложившимся ценам. Соответственно, что в этом случае делать потребителю? Предложение сейчас в рынке уже достаточно ограничено. Поэтому и продается, как всегда бывает, в первую очередь наиболее ликвидное предложение. Поэтому можно повторить то, что мы говорим уже много лет. Если потребность в жилье такова, что отсутствие покупки создает определенный жизненный дискомфорт, а подходящий продукт выбран, то нужно покупать. В каких-то противных случаях нужно принимать решение осмотрительно, выбирая нужный момент и нужный вариант. Основное опасение, которое есть у потребителей в сложившихся условиях – это ипотечная ставка. Если есть понимание, что не будет ниже цена, то выжидать с покупкой, дожидаясь снижения цены нерационально. Рационально ожидать снижения ипотечной ставки. Оно вполне вероятно может произойти. И страховочным инструментом в этом случае от возможных будущих потерь или снижения эффективности покупки является рефинансирование ипотеки. То есть, оформляя ипотеку, нужно заранее понимать и обговаривать этот момент с банком и прогнозировать для себя, как, через какой период, на каких условиях ипотека может быть рефинансирована в случае, если ипотечная ставка снизится в этом банке либо в каком-то другом. История последних лет показывает, что инструменты рефинансирования ипотеки банки предлагают всегда. Может быть, не очень охотно банк рефинансирует свою же собственную ипотеку, потому что для него это прямые потери. И какие-то внутренние процедурные затруднения с этим некоторые банки имели. Но за ипотечного клиента банки соревнуются так же, как девелоперы соревнуются за покупателя жилья. Поэтому, окей, если они рефинансируют ипотеку. Тот же банк, которым она взята, как было в последние годы, банки-конкуренты охотно предлагали кредиты по более низким ставкам, таким образом перекупали к себе заемщика. Поэтому, при наличии удачного варианта, я бы рекомендовал покупку в сложившихся условиях сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...